Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за вторник, 14 июля 2020 года, на нашем канале. Итак, поехали! Первая новость сегодня. Орский завод холодильников продан за 136 миллионов рублей. Последний лот имущества ООО «Торгово-промышленная компания» «Орские заводы» реализован на открытых торгах в форме публичного предложения частному инвестору за 136 миллионов рублей. Торги прошли в рамках процедуры банкротства предприятия. На торги был выставлен комплекс недвижимого имущества предприятия в городе Орск, оборудование завода холодильников, товарный знак и прочее производственное оборудование. В конце 2017 года производство холодильников Орск стало убыточным. А в конце 2018 года ВЭП направил иск о банкротстве ТПК «Орские заводы». Приобретение этого лота новым инвесторам в интересах профильного предприятия будет способствовать сохранению производственных активов комплекса Орских заводов, а дальнейший запуск производственной деятельности позволит создать рабочие места в регионе, сказал старший вице-президент блока по работе с активами ВЭП РФ Сергей Фролов. ООО «ТПК Орские заводы» создавалось для производства холодильников, бытовых плит, компрессоров для холодильной техники в городе Орск. Расположен в 11 обособленных зданиях на земельном участке, общей площадью 54 гектара. Финансирование «Эндквот» Орских заводов «Эндквот» группой ВЭП осуществлялась с 2012 по 2018 год. Средства предоставлялись с целью консолидации производственных активов Орского завода холодильников, Орского завода компрессоров, механического завода и возобновления производственной деятельности. В декабре 2018 года арбитражным судом Оренбургской области ООО «ТПК Орские заводы» признано несостоятельным банкротом с открытием конкурсного производства. Вторая новость сегодня. Мультиколд построит два холодильных склада в Москве и области. Мультиколд, проект девелоперской компании «Рамгрупп», строит сразу два холодильных складских объекта класса А+, в Москве и Подмосковье. Склады расположатся на западе столицы и в Московской области по направлению Ленинградского шоссе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Складской комплекс «Запад» с мультитемпературным режимом от плюс 8 до минус 24 градусов представляет собой современную площадку для производителей и дистрибьюторов с возможностью хранения продуктов питания, удобной логистикой и сопутствующими сервисами складской обработки. На территории объекта располагаются два корпуса – мультитемпературный склад общей площадью 30 тысяч квадратных метров и склад низкотемпературного ответственного хранения на 77 тысяч политомист. Холодильные и морозильные камеры подойдут для хранения различных товарных групп, молочная продукция, мясо, морепродукты, полуфабрикаты и другие. Низкотемпературный склад «Север-2» вместимостью 43 тысячи политомист строятся на территории действующего складского комплекса компании «Север-1». Объекты низкотемпературного ответственного хранения с постоянным температурным режимом от минус 18 до минус 24 градусов расположены в 30 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе на пересечении с московским Малым кольцом А-107. Удобное расположение позволит крупным производителям распределять и доставлять замороженную продукцию не только в Москву и Московскую область, но и в другие близлежащие регионы и города, по материалам Офис Ньюз. Третья новость сегодня. Вебинар «Выбор теплообменника в зависимости от параметров среды». Компания «Альфа-Лаваль» приглашает на бесплатный вебинар, где можно узнать о специфике подбора теплообменного оборудования. Вебинар состоится 22 июля в 10.00 по московскому времени. Вебинар будет полезен для инженеров, инженеров-проектировщиков, наших партнеров, технологов и энергетиков производств. Для тех, кто работает в сфере ОВИК, ЖКХ и охлаждения. Зарегистрируйтесь прямо сейчас. О компании «Альфа-Лаваль Поток». На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.